Выбросили на обочину и оставили умирать. Челябинцы просят помощи в лечении бездомной собаки Айва. Животное с множеством переломов нашли недалеко от автобусной остановки. Подробнее об этой и других историях о братьях наших меньших смотрите в сюжете. Вот в таком виде мужчина обнаружил животное недалеко от СНТ Заречный. Собака с сломанными конечностями медленно умирала на траве. Вероятно, что дворнягу сбила машина и водитель просто оттащил бедолагу на обочину. Челябин, с которой нашел Айву, сразу связался с защитниками. Они-то и отправили дворнягу к ветеринару. На обследовании выяснилось, что у собаки переломы плечевых костей, грудных конечностей и перелом костей таза. В ближайшее время ей предстоит несколько серьезных операций. А вот этот шарпей пострадал от зубов соседского алабая, который уже не в первый раз срывается с цепи. Как рассказала хозяйка пострадавшей собаки, животное подлезло к ним под ворота. Причем происходит подобное уже не впервые. На этот раз шарпею пришлось наложить 25 швов. Но самое страшное, чего опасается ее хозяйка, это то, что очередной жертвой алабая может стать кто-нибудь из людей. Ведь зверь регулярно сбегает из своего вольера и бегает по улицам поселка. А вот эту белокурую дворнягу ветеринары спасти не смогли. А кровавленную собаку, завязанную в мешок, нашли в мусорном баке садоводы. Животное без сознания увезли в клинику. Там предположили, что у него есть хозяева. Позже выяснилось, что не ошиблись. Он у меня убежал со двора, со двора участка, видимо, где-то прошмыгнул под забором. Пыталась его найти, но не получилось. Женщина рассказывает, что отвлеклась на ребенка, когда собака прошмыгнула под забором. Теперь же семья надеется найти человека, который искалечил до смерти животное. Помогите найти, кто это с ним сделал. Наша семья очень переживает и просит помощи. Может, кто-то слышал, видел, как его убивали, как его мучили. Вероятнее всего, кто-то выстрелил ему прямо в голову из пневматического пистолета. Подобная ситуация сложилась и возле дома 66 по Комсомольскому проспекту. Там в мусорном баке обнаружили маленького котенка, завязанного в пакет. Хвостатого увезли в клинику. Там выяснилось, что у него черепно-мозговая травма. Из-за этого животное полностью потеряло координацию. Несмотря на то, что состояние у котенка тяжело, защитники не теряют шанса спасти малыша. И, кстати, девочки уже дали имя Миртл. Не повезло и этой кошке. По крайней мере, так считают некоторые челябинцы. Хозяева Муны уехали в отпуск, а животное оставили жить на улице. И вот Хвостата уже около двух месяцев слоняется по двору. И это несмотря на то, что ее владельцы уже давно вернулись домой. Кто-то из неравнодушных посчитал, что это жестоко. И попытался пристроить кошку в новый дом. Правда, и хозяева, и их соседи утверждают, что трогать животное не стоит. Ведь Муна – любимица всего двора и сама предпочитает жить на улице.